С 2013 года многие российские города присоединились к Международному дню информирования о проблеме аутизма. Человек-дождя – всем известный пример аутиста, однако одаренных людей с аутическим спектром не более 20%. Остальные же имеют серьезные дефекты в развитии, а значит и тяжелую адаптацию в обществе. В Саратове, чтобы привлечь внимание к давно назревшей социальной проблеме, традиционно 2 апреля дети и их родители провели акцию «Зажги синим». Государство вспоминает об аутистах тогда, когда происходит что-то капитальное. И в принципе общество вспоминает, когда происходит какое-то экстраординарное событие. Повседневная же жизнь аутистов, она в принципе скрыта, она никому неизвестна. Не существует единого комплексного подхода, и родители, когда они узнают, что у ребенка аутизм, они оказываются один на один со своей проблемой. Они не знают, куда обратиться. Они не понимают, каким образом организовать помощь ребенку на всех уровнях. Психологическая, сенсорная, педагогическая, медицинская. Остро стоит проблема не только в адаптации аутистов, но и в адаптации нашего общества к восприятию людей, которые не совсем похожи на окружающих. В Доме кино совместно с Фондом социальной поддержки «Океан» состоялся благотворительный показ документальных фильмов. Картина «В ауте» основана на дневниках Сони Шаталовой, немой девушки, а аутистки. Рядовой обычный человек об аутизме знает очень немного, хотя и сталкивается с такими людьми. Но первая же проблема – а как реагировать, как контактировать? И вот сегодняшнее мероприятие как раз и дает подсказку, что это люди не такие, как все, с интеллектом, может быть, даже и выше, чем у обычных рядовых людей. И нам просто надо принимать их такими, какие они есть. Специалисты советуют родителям здоровых детей не выделять аутизм как болезнь, а объяснять уникальность сверстников с нарушениями на обычных бытовых примерах. До сих пор официальной статистики людей с аутизмом в России нет. По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, известно только количество детей, официально получивших статус инвалида. На данный момент их 350 человек. То есть это, в общем-то, достаточно много. Вообще говоря, в прошлом году ментальная инвалидность, то есть инвалидность не неврологическая, а именно психическая, вышла на, по-моему, первое или даже или второе место вообще в структуре инвалидности. 27,5% у нас от общего числа инвалидов это ментальные инвалиды. Тогда как, в общем-то, там еще 5 лет назад, они даже в пятерку не входили. По данным Центра по контролю заболеваемости США, каждый 68-й ребенок имеет расстройство аутического спектра и проблему пытаются решать. С 1 сентября 2016 года в России вступает в силу федеральный стандарт об инклюзивном образовании, в том числе детей-аутистов. Кстати, у нас много, в принципе, делается в Саратове, ну, там организуются акции для детей с аутизмом, но мы все-таки говорим о том, что должно быть инклюзивным образованием, что эти дети должны быть включены в общество. При этом, когда что-то организуется, это организуется отдельно концерт для детей с нарушениями в развитии, посещение музея или там посещение театра для детей с нарушениями в развитии. Дети с аутизмом же и родители, эти детей, хотят именно интеграции. Тогда у нас, наверное, не будет такого количества детей с тяжелыми инвалидностями. Родителей, воспитывающих аутистов, прежде всего, волнуют будущая совершеннолетняя жизнь детей. Известна мировая практика помощи взрослым аутистам. Так, в Израиле используют уникальные способности солдат с аутизмом в военной разведке. В Германии некоторые компании предлагают вакансии в сфере IT, а в Японии привлекают таких людей на производство для сортировки мелкой продукции. В России же подобные случаи не зафиксированы. В нашем обществе давно развит инстинкт игнорирования или отрицания того, что выходит за рамки нормального. Между тем, включение необычных людей в обычные социальные связи, пожалуй, больше всего показывает степень зрелости самого социума.